всем привет вы на канале паутинка к нит и сегодня предлагаю вашему вниманию вязание вот таких простых нитинок спицами связав которые однажды и поняв принцип вы сможете связать любые другие митинги на ваше усмотрение вяжутся такие митинги просто и быстро пряжа уходит немного она сеть вы будете их долго и с удовольствием подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны впереди будет много интересных и полезных видео давайте приступим к вязанию буду вязать на круговых спицах оставляю кончик нити сантиметров 40 набираю нужное количество петель меня получается по 10 петель на каждой спице теперь приводим спицы в правильное положение чтобы ничего нигде не перекрутилась чтобы петельки все лежали ровно как нужно соединяю вязание в круг для этого я не использую никакую дополнительную петлю для соединения просто продолжаю вязать и первые два ряда я буду провязывать просто лицевыми петлями два ряда лицевыми петлями я связала теперь я буду вязать резинку один на один одна лицевая 1 изнаночная только лицевую буду вязать скрещенную скрещенная лицевая это лицевая которую вы каждый ряд провязывайте либо за переднюю стенку только либо только за заднюю вот у меня получается петли располагается так что я провязываю за заднюю петельку за заднюю стенку и вот петля разворачивается вот она разворачивается и резинка выглядит совсем иначе чем простая резинка 11 первом ряду это не слишком заметно но потом будет хорошо видно все провязываю резинку один на один скрещенной лицевой всю высоту резинки которая вам нужна может я связала резинку высотой в 15 рядов а то есть у нас было здесь два лицевых ряда и сама резинка 15 рядов теперь я дальше буду вязать лицевыми петлями но для этого я уменьшу по одной петле с каждой спицы я практически всегда так делаю для вязания варежек и носков потому что здесь у нас узор стянут резинкой дальше мы будем вязать лицевыми петлями полотно станет шире для меня это полотно шире чем нужно получается поэтому я всегда убавляю по одной петле в начале каждой спицы то есть я просто 2 вместе провязываю первые две петли и дальше вижу все лицевыми петлями у нас здесь было 10 петель теперь останется по 9 петель на каждой спице и в круговую я провяжу лицевыми петлями 5 рядов и буду делать пальчик вот эту ниточку я специально обрезать не стала и прятать пока тоже потому что по ней всегда можно определить где начало ряда после того как мы закончим вязать мы ее спрячем на изнаночную сторону и и у нас видно не будет 5 рядов лицевой глади связаны сейчас я буду формировать пальчик так как у меня это начало ряда и правая рука то пальчик должен располагаться вот здесь в принципе вы можете сделать его в любой части из четырех спиц я сделаю в начале для пальчика у нас будут оставляться вот эти две центральные петли то есть последняя петля с одной спицы и первая петля с другой спицы но так как у меня начало ряда я начну с первой петли первую петлю я провязываю просто лицевой теперь я буду добавлять петли по краям вот вот этих двух центральных петель если вы путаетесь можете их выделить маркерами буду набирать петлю из протяжки после пальчика у нас протяжка будет с наклоном влево то есть мы одеваем петлю из протяжки вот так и провязываем ее за заднюю стеночку лицевой вот перед пальчиком у нас будет протяжка с наклоном вправо после пальчика с наклоном влево дальше я просто провязываю по кругу лицевыми петлями остановлюсь вот здесь вот перед пальчиком довязала ряд пришла к началу ряда и к пальчику перед вот этой последней петлей она у нас для пальца центральная я поднимаю протяжку между петлями на спицу здесь она у нас будет с наклоном вправо то есть мы ее провязываем за переднюю стеночку вот так и провязываем лицевую следующий ряд мы провязываем просто лицевыми прибавки для пальчика будем делать через ряд ряд лицевой связан теперь снова делаем прибавки для пальчика в прошлом в позапрошлом ряду мы провязывали одну лицевую центральную теперь у нас есть петля прибавки еще мы провязываем 2 петли теперь лицевыми и делаем снова прибавку из протяжки за заднюю стенку после пальчика за заднюю перед пальчиком за переднюю не забываем сделать прибавку перед пальчиком не забываем сделать прибавку перед пальчиком в прошлый раз мы оставляли одну петлю центральную так как у нас одна прибавилась из протяжки теперь мы оставляем 2 петли и перед этими двумя петлями мы делаем прибавку из протяжки с наклона вправо то есть проживаем лицевую за правую стеночку петли вот она у нас и провязываем снова 2 лицевые следующий ряд мы вяжем просто лицевыми после ряда лицевых мы будем провязывать снова ряд с прибавками таким образом у нас всего будет 4 прибавки и у нас на пальчик будет по 5 петель вот сейчас у нас вместе с прибавленными 3 петли на этой спице и 3 петли на этой спице для пальчика вот одна центральная 2 прибавленные еще мы сделаем 2 прибавки и у нас получится по 5 петель здесь и 5 петель здесь на пальчик не забывайте что прибавки через ряд ряд прибавок ряд лицевых ряд прибавок ряд лицевых после последней прибавки провязываем ряд лицевых и покажу что дальше будем и я сделала все прибавки провязала ряд лицевых лицевыми петлями после последней прибавки и вот посмотрите с этой стороны у нас ровное полотно а здесь у нас увеличилась полотно для вот этой части пальчика такое строение митин аквариже более анатомичные и комфортные в носке чем когда пальчик располагается вот здесь просто как раньше мы вязали по старинному способу вот довязываем ряд ряд лицевыми петлями и останавливаясь перед пальчиком у нас же начало ряда начинается вот здесь в конце но нам сейчас нужно закрыть петли поэтому я остановлюсь перед пальчиком вот у меня для пальчика здесь 5 петель на этой спице и на этой спице 5 петель и мы эти петли пальчика все закрываем просто обычным способом по 2 вместе вот пока она здесь остается 8 петель на спице мы закрыли одну сторону пальчика теперь до закрываем другую сторону пальчика и здесь у нас должно остаться 8 петель так же как и здесь все вот мы закрыли петли пальчика если вот так сложим вот он у нас остался отдельный дальше мы провязываем лицевыми петлями до места закрытия пальчика провязали у нас здесь закрытый наш пальчик если помните то у нас для пальчика оставались две центральные петли одна была на этой спице на правой и одна была на левой спице так вот сейчас нам под пальчиком для того чтобы вязать ладошку нужно добрать и петли которые мы здесь оставляли для центра то есть мы набираем одну петлю на эту спицу и одну петлю на эту спицу и все остальные петли провязываем лицевыми по кругу вот у нас сомкнулась полотно для ладошки если мы сейчас оденем на руку вот пальчик у нас закрылся вяжем без прибавлений лицевыми петлями длину митинги но остановитесь за 4 ряда до желаемой длины так как мы будем провязывать в конце вот такую резинку 4 ряда для симметрии чтобы красиво смотрелось все я связала нужную мне длину применяю все устраивает теперь я буду вязать 4 ряда резинку 11 вот такой же со скрещенными лицевыми петлями и потом просто обычным способом закрою петли наши митинги готовы теперь мы проводим в этом прячем хвостики и все и можно носить митинги можно задекорировать тыльную сторону руки и смотреться будет интереснее по этому мастер-классу теперь вы сможете связать любые митинги на ваше усмотрение если мастер-класс был вам полезен поставьте лайк если остались вопросы задавайте в комментариях и до встречи в следующих видео